Микс Ньюс Добрый день, четверг. Это обычный день пленарных заседаний Сейма. И сегодняшний день не исключение. Было довольно бурное обсуждение по многим вопросам. И вот наш сегодняшний гость секретарь юридической комиссии Сейма и заместитель поседателя фракции согласия в Сейме Валерия Агешин. Добрый день, что называется. Прибежал к нам с корабля на бал. Только закончилась сессия вопросов и ответов, где вы задавали и полемизировались с министром сообщений и сомлинкается им сегодня, не подогнал. Да, здравствуйте. Добрый вечер, Абик. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Все так. Именно с этого давайте начнем с последнего. Заседание закончилось буквально минут 13 назад. Это как раз время, которого вам хватило, чтобы добежать из Сейма до нашей радиостанции. Обо всем по порядку. Знаете, если министр сообщения обозначил курс на реформу на латвийской железной дороге на предприятии, которое неплохо, на мой взгляд, работает, несмотря на титанические усилия нашего правительства и является одним из крупнейших работодателей, то тогда необходимо прояснить, в чем сущность затеваемых реформ, что министр хочет сказать отставками, что министр хочет сказать своими какими-то ходами и затеями. И поэтому я написал на прошлой неделе серию вопросов министру сообщения Талису Ленкайтису. Это означает, что по процедуре в течение недели он должен дать ответ, прийти в Сейм и ответить по существу. Раньше, наверное, пожалуй, это называлось словами «вызвать на ковер», «пропесочить» и так далее. Меня, знаете, интересовали не столько даже кадровые перестановки в руководстве Латвийской железной дороги, хотя это тоже интересно, почему отдельные члены правления увольняются с большими компенсациями, другие не увольняются и так далее. Меня больше интересовали вопросы такого плана. А что, собственно, будет с рядовыми сотрудниками, специалистами на железной дороге? Угрожает ли им потеря рабочих мест в Даугавпилсе, в Риге, в Лепе? Как это всё скажется на уровень зарплаты, на уровень их зарплаты, оплаты труда и так далее? Потому что любой министр, любое должностное лицо должно понимать, на мой взгляд, если ты объявляешь курс на реформы, если ты совершаешь в общественном пространстве какие-то шумные пиар-ходы, то ты должен просчитывать последствия своих заявлений, ты должен понимать, что люди, которые работают в твоей отрасли, те же железнодорожники, волнуются, а что будет с моим рабочим местом, смогу ли я прокормить семью, сократят меня или не сократят, и что министр вообще замышляет. Кроме того, не будем скрывать, у нас широкие слои общества даже и не знают, что тот или иной министр является министром, не знают, кто у нас министр, кто за что отвечает и так далее. Это никакой не упрёк, просто отдельные представители исполнительной власти у нас, по-моему, живут в какой-то капсуле в отрыве от общества. Предвыборные циклы они не проходили, а те, кто проходили, не все даже избраны, но место министра в нашем государстве отдельным персонам всё равно гарантировано. Так вот, по итогам этой сессии вопросов и ответов, а выглядит это буквально так, приходит министр, становится на трибуну, я задаю ему вопросы, сидя в зале, он отвечает по существу, я могу заверить слушателей, особенно тех, кто связан с латвийской железной дорогой, что, со слов министра, никаких сокращений персонала на латвийской железной дороге не будет, никаких сокращений зарплат на латвийской железной дороге не будет, министр дал слово. Так, уже неплохо. Публично с трибуны уже неплохо. Я думаю, что с железной дорогой связаны десятки тысяч жителей Латвии. Да, это запротоколировано всё и останется в стенограммах заседаний. Вот. Но это очень важно. Это очень важно. Это понимание того, что твоему рабочему месту ни в Риге, ни в Лепе, ни в Даугавпилсе ничего не угрожает. Но в то же самое время сомнения у меня возникли по поводу отдельных приоритетов работы министра. Я, в частности, спросил, а является ли приоритетом вашей работы транзит, например? Из ответа министра сообщения вытекает, что вот вроде бы с одной стороны да, но с другой стороны это не первый мой, далеко не первый приоритет, а самый главный мой приоритет упорядочить систему общественного транспорта в Латвии в целом. Далее. Министр заявляет, я хочу развивать активно пассажирскую железную дорогу, что пассажирские поезда после 2020 года – это наше всё. Это экологически чисто, это вписывается в ландшафт, это здорово. Все садимся на поезда. Рига-Балдырая, Рига-Лепая, Рига-Даугавпилс и так далее. Особенно Рига-Балдырая. Да, особенно Рига-Балдырая, особенно за счёт Рижской думы. Вот. Горькая ирония. На что я задаю ему вопрос, уважаемый господин министр. Это вообще-то такая абсолютно дотационная отрасль, где вы деньги будете брать, кто будет датировать. Ещё уже транзит больше не приоритет, да? Да, кто будет датировать пассажирские перевозки. И вот такой вопрос может любого министра поставить в тупик. Не секрет, мы ведь пассажирские перевозки-то автобусом датируем, автобусным парком. А куда уж тут, если мы говорим о латвийской железной дороге? Вот. Ну и далее, конечно, я не мог не спросить у министра сообщения, чисто юридически, почему, если одних членов правления увольняют с большими выходными пособиями и компенсациями, а других не увольняют. Ну, где же здесь, как говорится, логика и последовательность? Ну, на что министр попытался, скажем, при помощи юридической техники объяснить, мол, что одних можно уволить, потому что они генеральные директора, а других нельзя уволить, потому что они генеральные директора и так далее, и так далее, и так далее. Но главное то, что я хочу сказать, что лично я со своими коллегами в парламенте мы искренне будем стараться выскребать министров из их скорлупок, из их уютных ракушек министерств, выводить в народ и получать от них ответы по существу, Абик, чтобы было ясно, каковы будут зарплаты в отрасли, каковы перспективы той или иной отрасли. Если министр планирует реформы в своей отрасли, будь то сообщение или здравоохранение или образование, пускай он это объясняет обществу через депутатов Сейма, через депутатов самоуправлений, главное не молчит. Но вот во всяком случае так иногда, знаете, при помощи шума и при помощи того, чтобы придать вопросу какую-то огласку и большую общественную значимость, проблемы решаются. И второй, самый свежий пример заседания Сейма, вот именно так, придав вопросу большую огласку, большую общественную значимость, нам иногда нам удалось решить вопрос о доставке пенсии пенсионерам на дом. Это скандальная история. Да, мы помним, когда вдруг сообщили, что подорожает доставка в два раза, а потом еще больше. что выяснилось. Что выяснилось, министр благосостояния Петровича в конце августа в своем сообщении правительству об этом сказала кабинету министров. Вот мы, знаете, за то, что пенсионеры получали их денежки, заставим их платить еще больше. Это решение предприятия «Латвия Спас». Значит, Каринж и правительство в конце августа просто приняли к сведению этот тезис. Просто приняли к сведению. Сейчас, на прошлой неделе, когда «Латвия Спас», об этом заявили уже публично, и в обществе пошла волна негодования очень справедливая вообще по всем отношениям, во всех направлениях. Извините, с какой стати пенсионеры еще должны платить за то, что они пенсию получают? Это вообще несправедливо. Мы, значит, с коллегами по фракции нашей согласия всеми пошли двумя путями. Первый. Запрос в правительство с вызовом на ковер министра благосостояния. И второе. Законопроект, который будет рассмотрен на следующей неделе, который предусматривает, что все остается по-старому, и тем пожилым людям, которые получают пенсию на дому при помощи «Латвия Спас», не надо, ничего будут доплачивать, и ничего у них не изменится, и все покроет государство. И сегодня принято решение. Сегодня мы вырвали клещами и тисками у министра благосостояния. Это прямо все, имейте слава, что все. Оказывается, деньги найти можно. Деньги нашлись. Деньги нашлись. Чудеса. Может быть, еще на что-то найдется деньги, нет? Вот я только к тому этапе говорю, что иногда вот так пошуметь, а не сидеть, проявить большую активность. Даже если этого позиции уже много, это заставляет министров пошевелиться и почесаться. Вот вам очень конкретный пример. Я хочу сказать, что это, мне кажется, очень-очень хороший пример. И с 1 января для пожилых людей, которые через «Латвия Спас» получают пенсию, в худшую сторону не изменится ничего, а доплачивать ничего не будут. Вот это хорошее замечание. Привемся буквально на пару минут на сейчас рекламу. Валерия Гешина в студии, не переключайтесь. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Валерия Гешина в студии, депутат Сейма. Вот, может быть, такой вопрос, который вам задам. Дважды у вас звучала очень важная такая фраза о том, что два правления, два члена правления Латвии-Зельсеридж, латвийской железной дороги были, ну, попросили их на выход, скажем так. Попросили, да. когда было принято решение правящей коллекции провести зачистку руководства ФКТК, комиссии по финансово-инкоро-капиталу, прямо в законе записали, это, по-моему, какой-то феноменальный случай, в законе записали, что если вот эти люди, двое, опять-таки, покинут добровольно посты по руководству ФКТК, они получат баснословную компенсацию, там, по-моему, около 100 тысяч евро. И они действительно покинули и, видимо, получили компенсацию, но это же какой-то нонсенс. Ведь компенсации платятся не откуда-то, а из кармана налогоплательщиков. Ваш вопрос очень хороший, Абик. И первая его разновидность, и вторая насчет этих эпизодов с компенсациями. Что касается латвийской железной дороги и уволенных Эдвина Берзинша и Айвара Стракшеса с большими компенсациями, само по себе это выглядит уже, мягко говоря, очень некрасиво и плохо. Все это выглядит плохо. Но я бы посмотрел на данный вопрос в другой плоскости. Вы знаете, когда увольняют долго и, наверное, пожалуй, успешно работающих, на мой взгляд, членов правления, все равно на каком предприятии, то это сопровождается всегда падением объема грузов, падением объема производства и так далее. То есть, это влияет на работу предприятия, тем более учитывая их связи, в том числе и в соседних странах. Когда министр увольняет каких-либо опытных работников, вселенных правления, это влияет на работу предприятия. И у меня есть, скажем так, данные определенные, что и на предприятии Латвия Зелсельш в августе месяце наметилась тенденция к падению грузов. И, скажем, если в правлении срочно не появятся профессионалы, потому что оно сейчас неполное, то я думаю, что падение объема грузов на Латвия Зелсельш будет продолжаться. У меня есть показания, скажем, к тому, что полгода они еще, предприятие может держаться на том же уровне, а потом все пойдет вниз, если там не окажутся профессионалы на посту со связями, как вы говорите, и так далее. То есть, Табик, помимо того, что эти компенсации так называемые, все выглядит очень некрасиво в публичном пространстве, в бизнесе так, на работе так, что другая страна не хочет говорить с временными какими-то, с временно назначенными ИО, с какими-то ИО, с какими-то членами правления. И это приводит к падению грузов, к падению производства и так далее. Вот в чем сложность. Вот в чем сложность и в одном, и в другом случае. Ну, а прав министр или неправ, знаете, тут хорошие они были, профессионалы, или справедливо или несправедливо он уволил. Я извиняюсь, пока выглядит так, что он их попросил на основании подозрений. А где решение суда, где обвинительные приговоры, где все это? Сейчас что, на уровне бабушка из Бауски сказала, что они коррупционеры? Что происходит? Бабушка из Бауски говорит, что тут коррупционеры кругом, и давайте тогда их называть врагами народа, коррупционерами и увольнять. Извините, а как же правовое государство? Я не вижу... Какие бескомпромиссные законы? Да. у нас с вами уникальная передача сегодня, да, получается, конечно. Вот я не знаю, может быть, вы обеих видели, лично я, как юрист, я не видел тут обвинительных приговоров каких-то. Это не нужно. А, это уже не нужно. Это уже сейчас не нужно. Я понимаю вашу такую иронию. бескомпромиссная законность, я помню, Давичев, продолжая вашу тему, как раз к этому же министру относится. Позавчера, по-моему, завершился конкурс на должность госсекретаря этого же министерства сообщения. Это красота. Да. Там человек победил, но выяснилось, что он не из той партии, не из правильной. На что министр, который сегодня, кстати, присутствовал как раз и со мной общался, вами на ковер, сказал, так, посмотрев он на фамилию, этот не подойдет. И действительно таки не подошел. Не стоит партии. Я считаю демократично. А зачем так конкурсы проводить в госуправлении? Знаете, это действительно уже разговор о политике. Здесь любопытна позиция партии, которую этот выигравший представляет от Истыбой пар. Да. Я подошел к их лидерам, сказал, а вы не хотите пояснить, что вы теперь будете делать? Вас же публично просто, ну, обидели, мягко говоря, ваши партнеры. С трудом подбирали литературу. Да, да, да. Они так стыдливо, как-то поджав хвостик, сказали, ой, вы знаете, это не наш вопрос. То есть, к чему я все это говорю? Ну, пошли на попятную. К чему я все это говорю? Что коалиция нестабильна в этой коалиции, может быть, все что угодно, и все члены этой коалиции понимают, что они, по сути дела, унавоживают грядку единства собою. Они собою унавоживают грядку партии единства. Да, и в выигрыше там в этой коалиции только партия единства, которая еле-еле, пройдя на выборах, сегодня набирает вес, жирок и авторитет, а все остальные там только на подтанцовке. Да, вот. Ну, ну, что ж, они сами себе там выбрали такой путь, как говорится. Да. Такой вопрос, который не могу не задать, сейчас как раз всеми появилось предложение о том, чтобы объединить вот эту комиссию по финансово-рынковому капиталу вместе с Банком Латвии. Не знаю, что там изменится, да, но я так понимаю, что вся эта история с ликвидацией еще одного банка, ну, сегодня как раз принято решение, буквально несколько часов тому назад, суд принял решение признать ПНБ-банк неплатилеспособным со всеми вытекающими, да, вот может быть тут где-то что-то в консерватории нужно поменять, может быть, дело не в том, кого, как там скрестить бульдога с носорогом, кто за все отвечает. Я сейчас попробую высказать такую крамольную мысль. Ваш вопрос насчет фуктука вот этого так называемого и так далее, он очень сложный на самом деле, но мне кажется, что это не происходящее в этой сфере, это не подсказка наших каких-то друзей, партнеров, европейских или заокеанских. Мне кажется, вот этот шаг, о котором вы говорите, это личная игра и попытка самостоятельно поиграть в мячик руководителя комиссии Сейма по бюджету и финансам Мартинша Бондарса. Мне думается, что это его собственная инициатива и самореклама. Никто, насколько мне известно, нам, как стране, не выдвигал абик требований о таких вот реформах и изменениях. С другой стороны, могу добавить, я очень странно себя чувствую и буду продолжать себя странно чувствовать до тех пор, пока министры нашего правительства будут радоваться тому, что у нас банки закрываются в стране. Вот искренне радуются, чем меньше банков, тем лучше. Они говорят, так это нормально. Да, нормально. Нормально. Вот я буду себя продолжать неудобно, неуютно чувствовать, как говорится, ну и с такими министрами вступать, вступать в полемику. Надо же понимать, что страдают клиенты, страдает имидж страны, страдают сотрудники, молодые люди, работавшие в этих банках, я, кстати, некоторых из них лично знаю, которые просто уезжают из нашей страны, а могли бы здесь работать, так сказать, на ниве народного хозяйства. Это народное хозяйство, ничто иное. Вот, кстати, полемизировать с министра вам, видимо, предстоит в самое ближайшее время, когда дело дойдет до обсуждения бюджета на следующий год, где-то, я так понимаю, в октябре все-таки он доберется от проекта бюджета до Сейма. Ну вот, такой вопрос, наверное, и как депутату, и как человек, который работает в юридической комиссии, как юристу, вот, совсем недавно, а именно в декабре, еще уже нынешний новый Сейм принял закон, принял о финансировании здравоохранения, где черно по белому написано, что в следующем году, то есть, ну, в 2021, в 2020 году, зарплаты медработников должны быть повышены на 20%, если, я так понимаю, соответствующий закон, который и педагогам обещают повышение минимальной ставки, теперь правительство, да, где на заседании есть такой лозунг, висит, помните, в заседании, что один закон за всех, говорит о том, что, ну, подумай, что приняли закон, ну, изменим закон, ну, обещали 20%, не дадим 20%, как это вообще с юридической точки зрения, и что вообще простым жителям, которые на все это смотрят и говорят, а, так, если правительство может не соблюдать закон, а что от нас тогда требовать? Знаете, на это правило, на эту норму в последнее время, в последний месяц, два приблизительно, очень много и очень часто обращают внимание, это правда, обратили внимание и вы, Абик, но я хочу сказать, что на самом деле, к сожалению, ничего нового не произошло, потому что на протяжении последних 20-25 лет у нас неоднократно нормы финансового содержания, записанные в законы, не выполнялись неоднократно, это было при всех правительствах, а у нас были только правые правительства, которые ни за что не отвечают, да, и поэтому нынешняя ситуация, это ничего нового и в этом нет. И я думаю, что, конечно, отдельные общественно активные люди, тот же омбудсмен, например, грозился, по-моему, конституционным судом, что-то в этом духе, в таком случае, могут себя, конечно же, проявить. Мы себя обязательно проявим, когда этот бюджет появится в Сейме, другое дело, что никто из партии правящей коалиции пока хорошо с нормами этого бюджета не знаком. Одни, потому что не допущены до этого, другие, потому что не в состоянии постичь в силу своих, может быть, особенностей каких-то сущность главного финансового документа страны. Но основные, конечно, позиции известны, что хотят правящие. Они хотят минималку повысить до 500 евро с 2021 года, правда. Они хотят повысить необлагаемый минимум тоже до 500 евро, но к 2022 году мы знаем, что они планируют 50 миллионов евро для медиков, 23 миллиона евро для педагогов, но в то же самое время они также прекрасно понимают, что если они запишут все эти цифры, но не предоставят и не обеспечат повышение зарплат, о чем вы говорите опасаетесь небезосновательно, то им ничего не будет, потому что у нас это правительство безальтернативное, к сожалению. Они привыкли работать в условиях такой безнаказанности. Поэтому не хотят это не повысит. Часть избирателей видимо довольны и потакают на этой ситуации. Ну что ж, пускай будет так, но пока большая часть довольна таким положением вещей, пускай так будет. Но я не верю, что весь народ можно все время и всегда обманывать. Да, но вот зато мы же знаем, что есть такое понятие сейчас модное этим словами оперировать правящим. Фискальная дисциплина, фискальное пространство. Там господин Кариевич не устает повторять, что деньги на деревьях не растут, у нас нет такой возможности, и при этом нам говорят, что это самый исторически большой бюджет, больше будет, чем предыдущий на полмиллиарда, казалось бы. Знаете, я оценивать высказывания господина Каринша не хотел бы здесь вообще, я не считаю, что он достоин того, чтобы часто его цитировать, и для меня, знаете, такой лакмусовой бумажкой еще раз стали события минувшей недели, когда несмотря на все вот эти свои красивые слова о солидарности, о том, что мы вместе будем строить общество, у нас благосостояние и благополучие, он позволил даже открыться дискуссии о том, чтобы пенсионеры платили в два раза больше за доставку пенсии себе самим, что он вообще позволил такой дискуссии продолжаться и не пресек ее, тут потребовалось вмешательство оппозиции, чтобы навести порядок, поэтому вот эти вот красивые слова господина Каринша о солидарности, о том, что давайте, мол, все вместе строить государство благоденствие и благосостояние и благополучие, знаете, они как-то не подтверждаются реальными делами. Ну вот. А вот вы сказали о вмешательстве оппозиции, наверняка она потребуется еще во многих других вопросах, безусловно, началась вот осенняя сессия, что вы думаете, какие вопросы сейчас будут ключевые, особенно для простых жителей Латвии? Вы знаете, есть очень такие интересные, концептуальные, а может быть даже для кого-то текучие, текучка вопросы, о которых просто нужно знать, и жители Латвии, скажем так, имеют право знать и заслуживают этого. Вот, в частности, в юридической комиссии Семы продолжается вяло текущая дискуссия, к которой вы будете, несомненно, на своих передачах возвращаться, о так называемых специализированных судах. Да, это еще одна идея сторонника без компромисса законности, если мне память не избавляет. мы с вами с разной степенью интенсивности и успеха эту идею раза два обсуждали на протяжении последнего года примерно, АБИК, достаточно так интересно и конструктивно. Какие новые штрихи появляются? на этой неделе мы в юридической комиссии обсуждали, что в 2021 году, ровно через год уже и несколько месяцев, с 1 неравида 2021 года, в Латвии планируется ввести специализированный суд по экономическим делам. Суд по экономическим делам. Осталось год с небольшим. А что это значит? Что это значит? Может быть, можно провести какие-то аналогии с хозяйственными судами советского периода, может быть, это сравнение было бы некорректным. Но по существу это специализированный суд районного или городского масштаба, который будет профилироваться исключительно на рассмотрении экономических вопросов, налоговых вопросов и так далее. А для этого нужны специализирующиеся в этом судьи. Где взять таких судей? Я с представителями Минюста дискутировал, говорю, кто будет обучать этих судей? В какие сроки? Сколько это стоит? Потому что если вы пишете, что с 1 января 2021 года у нас появятся специализированные суды, остался год, я считаю, чтобы судью обучить, чтобы он профилировался, специализировался только в налоговых, в экономических вопросах, в вопросах предпринимательского права, надо 2-3 года, а вы мне говорите, за год справитесь, то здесь что-то не сходится, по-моему, они говорят, не, все будет хорошо, у нас тут политическая воля, мы быстро движемся вперед, и через год у нас будут в стране специализированные суды, я хочу сказать, а может быть нам не нужно вообще учреждать никакие специализированные суды, может быть нам нужно пересмотреть просто процессуальные нормы, нормы процессуального права, это раз, и второе, понять, что Латвия это очень-очень маленькая страна, и в нашей стране, где меньше двух миллионов человек живет, невозможно слишком узкая специализация, даже для юристов, невозможно слишком узкая специализация, мы не Америка, мы не Россия, может быть это надо понять Минюсту, то есть такая дискуссия насчет специализированных судов для бизнесменов, для предпринимательской деятельности и так далее будет продолжаться, кроме того, например, в юридической комиссии Сейма, может быть обществу важно знать, педагогам важно знать, рассматривается реформа к уголовному закону и к уголовно-процессуальному закону, в соответствии с которой планируется меньше карать совершеннолетних преступников, правонарушителей сроками, скажем, и штрафами реальными, и карательными другими мерами, а больше использовать пробацию, профилактику, ресоциализацию. А тюрьма в Лепре нужна, поскольку это ваш родной город, не могу вас не спросить. Сейчас тоже по этому поводу копья ломались в правительстве. Я смотрю на эту идею очень плохо. Мне не нравится, когда собираются построить в большом городе тюрьму. Большую тюрьму. Большую тюрьму. Это плохо. Мне бы хотелось, чтобы в больших городах строили, развивали большие предприятия. Мне хотелось бы, чтобы в больших городах у нас развивали свою работу порты, железнодорожные узлы и учебные заведения, а также высшие учебные заведения. А так, когда мы одну тюрьму, вот какой-то такой новый Алькатрас выдвигаем в качестве цели, ну как-то мне не по себе становится. Я против, мне не нравится. Вот видите, и в правительстве они даже между собой переругались. Даже они пришли к выводу, что у нас есть и другие вообще-то приоритеты, более первичные и отложили эту идею строительства тюрьмы на 2022 год. Хотя, конечно, логически я понимаю, что состояние тех тюрем, которые в городе Рига, ну тоже, мягко говоря, не выдерживает никакой критики, и мы все должны думать о безопасности. но в свое время, знаете, в 90-е годы у меня были идеи, которые я, может быть, не столь шумно высказывал, идеи, например, о том, а стоило ли бы нам, Абик, взрывать скрунский локатор, а может быть... Это прямо, скажем, коммунная идея? А может быть, этот скрунский локатор надо было и превратить тогда в этот новый Алькатрас, который бы устрашил всех преступников, и не нужно было бы столько много миллионов денег тратить, и европейских, и латвийских, на новую тюрьму, но это, правда, уже прошлое. Одним словом, знаете, я считаю, что новая тюрьма никак не может быть приоритетом государства и приоритетом правительства, и даже министры, по-моему, пришли к этому выводу и откинули, отбросили просто этот вопрос на 2022 год. Конечно, зарплаты медиков, педагогов... Ну и, кстати, работников тех же тюрем. Работников тюрем, работников пенитенциарной системы, да, гораздо важнее, да, которые пробацию осуществляют и находятся на роли пасынков всегда в Минюсте, да, это все-таки гораздо, гораздо важнее. Валерий Агешин у нас был в студии, депутат Сейма, большое спасибо. Спасибо вам.